Мы продолжаем наш выпуск и сейчас рядом со мной находится председатель экспертного совета по профессиональным квалификациям Юрий Васильевич в индустрии гостеприимства. Юрий Васильевич Ушанов, добрый день. Добрый день. Что хотелось бы вам узнать? Юрий Васильевич, мы вещаем для профессионального сообщества ивентеров, то бишь организаторов мероприятий, событий. Событий, я понимаю, это сфера гостеприимства в том числе. В какой-то степени сфера гостеприимства входит в отрасль ивента и они соприкасаются друг с другом. Я понимаю, что возникает вопрос. Должен ли быть какой-то профессиональный стандарт, который касается ивентеров? Вопрос даже не в этом. Этот профессиональный стандарт сейчас в стадии формирования, он создается, он разрабатывается. Вопрос в другом. Заинтересован ли экспертный совет в гостеприимстве, чтобы тот экспертный совет, который есть в ивенте, объединился с вашим экспертным советом? Значит, смотрите, в принципе, у нас сформированы так называемые четверги. Вот просто сегодня у нас можно считать выездной четверг, то есть заседание экспертного совета. И мы в эти четверги, в общем-то, открыты буквально для всех. И мы с удовольствием бы хотели увидеть и пообщаться с этим советом, который ивентеры. Как правильно, ивентер? Ивентер, да. Ивентер. Ну, очень хорошее название. Вот почему. Потому что первое, в чем есть проблема, уже говорил, мы должны определить сферу ответственности. То есть я понимаю, что ивентеров их может быть много, в том числе связанных со спортом. Сразу могу сказать, что спортсмены изъявили желание прийти к нам в совет по профессиональным квалификациям, потому что они считают, что мы, по сути, ближе им, чем кто-либо другой. Первое. Второе. Мы всегда рады услышать каких-то людей, которые готовы привнести что-то новое или на самом деле учесть то, что мы, называется, в суе могли пропустить. Это не то, что мы не объективны. Просто есть какие-то тонкие моменты, а поскольку события сами по себе могут создаваться на пустом месте, да, так сказать, это, ну скажем так, это рынок, который быстро развивается, потому что, как уже говорили, события можно сделать на пустом месте, да, так сказать. И они могут быть знаковые, да, и могут быть незнаковые, и могут быть просто вообще события, которые бывают, в том числе и негативные. Естественно, но сейчас вопрос о другом. На сегодняшний день, насколько я понимаю, специалиста, эксперта в области ивента, организации событий в вашем экспертном совете нет. Знаете, вот, как сказать, у нас есть представители туризма, да, которые в том числе и курируют этот вопрос, но представители вот вашего сообщества... Ивент-индустрии. Ивент-индустрии, ну так это назовем, а вернее, представителей вашего экспертного сообщества у нас нет. Вот, почему? Потому что, понимаете, я, так сказать, думаю, что, наверное, ваше сообщество, оно не единое. Но на самом-то деле, если говорить об этом сообществе, вы наверняка слышали о том, что существует национальная ассоциация организаторов мероприятий, существует союз организаторов мероприятий, ивент-лига, существует ассоциация корпоративных медиа России. То есть на сегодняшний день структуризация в этой сфере происходит, и как раз именно руководители всех этих ассоциаций и занимаются стандартизацией. Я могу сказать, вы знаете, на самом деле есть очень интересный профессиональный стандарт, который сейчас делается, помимо профстандарта сферы, так сказать, индустрии, это конгрессно-выставочная деятельность. Это тоже профстандарт, так сказать, сейчас находится на стадии обсуждения. Мы точно так же принимаем, так сказать, в этом участие. Значит, через какое-то время должен появиться, о чем я говорил, комплекс оценочных средств, на соответствии этому профстандарту. И поэтому, конечно, так сказать, вот опять же, участие ваших представителей, оно важно только для чего? Для того, чтобы, во-первых, человек себя нашел на этом профессиональном рынке. Второе, это чтобы отсеять себя, так сказать, от людей, которые себя этими инвентарами, так сказать, будут называть, не представляя себя... Так же, как в любой отрасли, абсолютно все... Это вопрос, с чего я начал. Профессионал должен соответствовать профессиональному стандарту. И дальше это вообще уже не должно не обсуждаться никак. И это уже не позиция государства, это позиция человека, который на себя берет ответственность себя так и называть. Вопрос. Планировалось ли в вашей отрасли, в отрасли гостеприимства, создание саморегулируемых организаций? Значит, смотрите... Потому что, если вы знаете, в ивенте уже этот вопрос был поднят, но в первом счете не даже принят. Вы знаете, могу сказать, саморегулирование, это был первый этап для создания системы оценки квалификации. Потому что, в принципе, саморегулирование всегда начинается с каких-то критериев. Правильно? Критерии для саморегулирования для физических лиц являются что? Квалификация. Квалификация, да. То есть, управлять можно квалификацией, да, так сказать, квалификация является эталоном, и поэтому сфера гостеприимства, она переступила уже. Она, пройдя этот путь саморегулирования, наступила, так сказать, пошла сразу на оценку, так сказать, соответствия. Вот по аналогии могу сказать, так сказать, вот Леонид Михайлович Рошаль, он тоже делает саморегулирование, но имея уже совет в сфере здравоохранения, он уже перешел на новый, так сказать, этап. Поэтому саморегулирование, это уже на самом деле немножко, так сказать, ну, скажем так, это более, скажем, менее инструктивное, да, так сказать, наделение полномочий, да. Ведь фактически все СРО создают для чего? Для того, чтобы получить полномочия с стороны государства. Я правильно говорю? А здесь эти полномочия со стороны государства уже даются по управлению рынком, по управлению, так сказать, сферой образования, по управлению, так сказать, квалификацией и так далее. А присутствует ли тема того, что когда квалификационные комиссии уже будут выносить свои решения по присуждению квалификации, будут созданы некие профсоюзы среди квалифицированных кадров? Ну, вы знаете, на самом деле очень интересная вещь. Профессиональное сообщество – это уже СССР по профессиональным квалификациям, по умолчанию, да. И поэтому создавать еще профсоюзы в соответствии с законом о профсоюзах – это несколько другая вещь. Просто мы считаем, что сам по себе СССР по профессиональным квалификациям, которые внутри, в принципе, создаст некую кассу взаимопомощи, а это не запрещено, да, так сказать, никакими законами, просто это будет профсоюз нового уровня, я бы это назвал так. То есть будет два профсоюза – профсоюз квалифицированных работников, которые получили квалификацию, которые были сертифицированы, и профсоюз тех, кто, допустим, еще не успел. Вы знаете, я бы сказал, это несколько другая вещь. Нет понятия квалифицированного или не квалифицированного. Профессиональный союз подразумевает что? Профессионализм. Не может человек прийти и сказать, я буду состоять в профсоюзе медиков, человек, который не врач. Я имел в виду другое. Получивший уже сертификат о квалификации. Значит, смотрите, вопрос о том, что все должны иметь документы о сертификации, это, в принципе, уже понятная процедура. Я уже назвал, да? До 2020 года практически каждый человек должен определиться вообще, он профессионал в чем, и подтвердить. Потому что очень часто бывает, некие активные люди состоят в 20-30 профессиональных организациях, да, так сказать. И он, собственно говоря, даже непонятно, так сказать, о чем он представляет сам по себе. Да? Где он профессионал больше, как вот здесь говорили, вот он ходит и выбирает. А где больше нальют, а где там чаще, так сказать, кормят и так далее. Поэтому сам по себе профессиональные союзы, профессиональные сообщества, это в конечном итоге должно превратиться, так сказать, в единое целое. Вот. Это просто, так сказать, вопрос слияния, да? Потому что сам по себе оценка квалификации, это процедура, с которой мы только начинаем сталкиваться, и она, по сути, для нас, так сказать, нова. Поэтому я просто возвращаюсь. Эти два союза должны стать одним. Естественно. Вопрос следующий. А после того, как уже квалификация будет определена, есть ли в планах создание рейтинга квалифицированных кадров? Значит, смотри. То есть рейтинговать. Я понимаю. Значит, смотри, идея ситуации какая. Я уже говорил, что фактически все сертифицированные специалисты будут внесены в реестр на сайте нашей сферы, это кадры фри. Но реестр при этом это некий общий список, да? Могу сказать. На самом деле, понимаете, рейтингование может вестись по системе портфолио, предположим. Как вариант. Как вариант. Но могу сказать. Вы знаете, это нам не запрещено. Но, и вот знаете, как раз, когда я, так сказать, слушал девушку из рекрутингового агентства, да, так сказать, я подумал, что это нанесет определенный ущерб этому рынку. Почему? Потому что работодатель может сам зайти, так сказать, на сайт, да, допустим, аттестованных специалистов, посмотреть их портфолио и сам, так сказать, может уже определить. Да, то есть он может сам определить, кто ему в конечном итоге нужен. Почему же ущерб, наоборот, это очень выгодно и это более, так сказать, directly, то есть выбор будет очень конкретным. Да, я понимаю, что, так сказать, речь идет о направленности выбора, да, так сказать. Просто я имею в виду, что сейчас некоторые рекрутинговые агентства, не имея вот этой базы, работают с какой-то своей внутренней. А здесь, в принципе, база сертифицированных, оцененных специалистов, она будет в общем доступе. Ну, я думаю, что рекрутинговые агентства все равно будут в качестве неких рекомендателей и аналитиков этого рынка, потому что все равно работодателю у него нет времени выбирать портфолио и так далее. Я объясню. Дело в том, что советы по профессиональным квалификациям, наделенные полномочиями, они как раз мониторинг рынка осуществляют это, во-первых, а во-вторых, так сказать, эти результаты, они, в общем-то, вывешивают. То есть вы имеете в виду, что совет по профессиональным квалификациям составит конкуренцию рекрутинговым агентствам? Да я, по сути, я думаю, что, в общем-то, для этого все и делалось. Почему? Потому что не всегда профессионал может себя красиво продать. Понимаете, это отдельная категория людей, вот, так сказать, вот эти тестовые, да, психологические, так сказать, приемы, которые нам предлагала, так сказать, вот эта девушка, да, она говорила, что человек профессионал, но он не активен, он не может себя предложить, он не может себя продать. А здесь, так сказать, появляется обратный уже сам по себе процесс, что человек профессионал, да, так сказать, и он не скрывает этого. И, знаете, есть еще одна проблема. К сожалению, непрофессиональные люди иногда бывают более активны, к сожалению. Ну да, такая дилемма всегда существует. Но еще один вопрос связан как раз с коррупционной составляющей, о которой вы говорили на форуме. Как ее избежать? Кто будет следить за тем, чтобы квалификация не покупалась, не продавалась? Вы знаете, значит, начнем следующее. Мы же в России. Я понимаю, знаете, когда говорят, что мы в России, что, так сказать, коррупция, она, в принципе, должна быть, я всегда говорю, ребята, надо просто дать взятку, чтобы этой коррупции не было, да, просто надо дать взятку больше. Знаете, так сказать, вот вы, может быть, обратили внимание, что все присутствующие, они друг друга знают, да, вот, так сказать. И здесь ситуация какая, если вдруг какое-то, называется, лицо, которое, они знают, что он не профессионал, вдруг случайно появится в этом списке профессионалов с успешной сдачей экзамена, я могу сказать, это будет претензия, которая достаточно, так сказать, будет, ну, скажем так, просто выяснена. Это первое. Второе, если вы обратили внимание, у нас экспертов, которые проводят эту аттестацию, их мало, потому что у нас очень серьезный отбор. Вот я как... Мы не торгуем, да, мы не торгуем вот этими документами, что ты завтра будешь экспертом, что ты самый лучший, это нужно защитить. Это я не об этом, я как раз о другом, о том, что берем два профессионала, два претендента на получение квалификации, которые, в принципе, как профессионалы, достаточно состоятельны оба. Они, ну, приходят к эксперту, но, например, как это бывает в жизни, одному это необходимо сделать ускоренно, он не хочет заморачиваться, он не хочет проходить эту процедуру, вот здесь возникает элемент коррумпирования, потому что мне нужно ускориться, я не хочу проходить процедуру, я профессионал, меня все знают в сообществе, зачем мне это делать, я готов заплатить, только бы, там, побыстрее это сделать. Знаете, вот... Как этого избежать? Я могу сказать, во-первых, вопрос возникает, кому платить, это раз. Во-вторых, я, так сказать, уже говорил, что экзамены, которые сдаются в тестовом режиме, они не сдаются кому-то на компьютер. Они в онлайне? Они сдаются в онлайне, какому-то единому серверу, который, как планируется, будет подключен, так сказать, к серверу государственных органов исполнительной власти, да, То есть его не подкрутишь? Его не подкрутишь, по крайней мере, так сказать, вот, знание каких-то, так сказать, ну, теоретических основных вопросов, это достаточно сложно, это начало нашего тестирования. Там же есть еще практическая составляющая. Практическая составляющая. Ну, вот, знаете, коллеги, здесь вопрос... Как вождение, ты же приходишь к конкретному... Естественно, то есть процедуры очень близкие, вот, и если, так сказать, человек проходит практически, кстати, могу сказать, должна, естественно, быть видеокамера, которая фиксирует, так сказать, всю эту процедуру. Всегда лица, которые сомневаются в честности прохождения, могут запросить эту видеозапись, да, так сказать. То есть, естественно, присутствуют, должны в этой видеозаписи оказаться те лица, которые принимают экзамен. А дальше просто получается, если видят, что это непрофессионально, то те лица, которые принимают экзамен, естественно, тут же лишаются, так сказать, вот этой своей, так сказать, ну, скажем... Экспертной аккредитации. Друзья мои, я вижу, что в, так сказать, в идее все действительно очень-очень красиво и грамотно, и правильно. И мы надеемся, что так оно, в общем-то, и притворится в жизнь. Мы к вам уже пришли. Спасибо, коллеги, так сказать. Вот приглашаем на любой четверг, на заседание экспертной, так сказать, комиссии. Где проходит? Значит, смотрите, мы, в принципе, не привязываемся к какому-то месту. Почему? Потому что мы понимаем, допустим, так сказать, в вас хочет прийти очень много народу, да? Тогда мы придем к вам. То есть, мы здесь, на самом деле, не претендуем. Вы как тает, практически. Да, да, да. То есть, вот сегодня мы проводим здесь это экспертное, да, так сказать, причем, потому что это достаточно событийное. И поэтому просьба к вам – это разработать повестку дня. Что вы хотите, потому что к ряду вопросов мы точно так же должны готовиться, понимаете? Чтобы это просто было, так сказать, объективно, чтобы это было информативно, вы присылаете повестку дня, мы ее обсуждаем, утверждаем, назначаем время и общаемся. Договорились. Спасибо огромное за ваши ответы. И мы надеемся, что эта встреча скоро состоится. И в ивент-сообществе произойдет следующий виток в развитии сертификации профессиональных ивентеров. Спасибо, коллеги. Ждем вас. Спасибо.